Значит, смотрите, у нас с вами сейчас будет театральный перформанс. Мы с вами сейчас его сами придумаем, сами разыграем, запишем на видео, и потом из этого можно будет сделать прикольный какой-нибудь клип, я не знаю, видеосюжетик. Но мы это делаем прежде всего для себя, чтобы развить творческие способности, потому что мейперство — это понимаемое в широком плане, это не только, когда вы там пилите или что-то лепите и так далее. Вы, наверное, уже поняли, что очень много в этом какого-то креатива, творческого подхода. Вот Егор, который нас радует миром животных, например, другие ребята, которые радуют всякими аудиотреками, монтажем прикольным, какими-то интересными идеями ваших ченнеджей и так далее. Вот это все тоже ваше творческое начало, которое мы сейчас с вами можем поразвивать с помощью вот таких вот, ну, такой игры, которая называется «Перформанс». «Перформанс» разработала Маша Кантарович, известный сценарист, драматург. Провожу его я. Здравствуйте, дети. Я директор школы. В смысле программный директор «Мейперфер». Меня зовут Женя. Можно так ко мне и обращаться. Значит, смотрите, первое задание будет такое. Надо будет за 10 секунд придумать, как вы можете эффектно появиться в кадре. Ваша задача как-то эффектно появиться в кадре и потом сказать свое имя. Я сейчас покажу, как это должно выглядеть. Значит, все остальные хором отсчитывают 10 секунд. Справитесь? До 10 считать. Нет? Никита, до скольки умеешь считать? До скольки умеешь? Раз, два. Отлично. Не-не, подожди, подожди. Говори, хором. Давайте, хором. Считаем до 10, а я появляюсь в кадре в кадре. А зачем? Ну, задание такое, упражнение такое. Эффектное появление в кадре. Как можно это сделать при поздно необычном? Ну что, кто начнет считать? Никто не умеет считать? Умеем. Давайте, начинайте, остальные подхватывайте. Хором до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Женя! Ну вот, примерно так, напрямую это можно делать. У нас с вами такой выходной день, поэтому развлекаемся, даем свободу своему творчеству. Так, кто следующий? Можно не дать. Нет? Ну хорошо. Егор, давай я тебя мастерским произволом назначу следующим. А мы все хором считаем до 10. Можно использовать подручные предметы, но не обязательно. Можно не использовать, можно просто, я не знаю, как-то интересно появиться в кадре. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты должен сказать своими именем. Да, Егор. Вот, ну ладно. Хорошо. Давайте, кто следующий? Кто готов? Арина, готова? Алло. Ну что, Арина? А, вот так. Давайте, считаем. Видимо, Арина готова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Камера выключена. Супер эффектное появление. Арина? Так, Арина выключила камеру, видимо, случайно. Так, ладно. Саша, ты уже придумал? Да. Давай, тогда ты сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здравствуйте, я искупаю Арифлайв. Сейчас. Ну, ты должен сказать Саша. Арина, пожалуйста, Арина. Арина, имя говорим в конце. Так, Саша, готов? Как нет? Ну, в смысле, нет? Ну, значит, импровизируй. Давай, Никита тогда. Что, давай, придумывай срочно. Сейчас не готов. Я не готов. Я вот честно скажу, я такой... Извините, я не хочу вас обидеть, но мне вот такой формат не нравится. Мне неудобно здесь опускаться, я на стуле сижу. А тебе не обязательно опускаться. Вообще, говорят, ты сам придумываешь, как ты эффектно появляешься в кадре. Ты можешь закинуть камеру чем-то. Ты можешь вылезти из-за вон, у тебя там растение есть. Да? Твоя задача придумать, как это сделать из подручных средств. Вообще, какого-то. Да, научу, научу, хорошо. Готов? Молодец. Давайте считаем, Никита сейчас появляйся, не забудьте ему сказать. Раз, два, три, четыре, помогайте, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пардон, Никита. Ладно, пусть будет так, пусть будет так. Хорошо, что попридумал? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Привет, я Зинодаврик Копа. Классно, у нас есть динозаврик Степа, отлично, спасибо. У нас есть еще Егор Степанченко, но у него нету камеры. Поэтому, ну, видимо, он просто наблюдает за нами. Не знаю, как с этим быть. Ладно, следующее. Так, сейчас мы с вами будем делать то, чего мы вам всю дорогу делать запрещаем. Что мы вам всю дорогу делать запрещаем? Крати, телефоны. Да, хулиганить рисовать на экране. Сейчас мы сделаем демонстрацию экрана, и Мозе будет рисовать. Вот. Сейчас я вам... Только давайте так, рисовать не абы что, а ответы на вопросы, которые я вам задаю. А потом, кто-нибудь из вас, эти ответы... Ну, рисунки, точнее, рисунки всех прокомментирует кто-то один. Вот такая вот непростая, но интересная задачка. Сейчас. Так, демонстрация экрана. И чё? Чё это у меня не включается демонстрация экрана? А, вот, да, вот. Отлично. Ну что, первый вопрос. На кого ты совсем не похож? Совсем не похож. Я вообще не жунился. На кого ты совсем не похож? А. Так, вот я сейчас нарисую тоже вместе с вами. Может, я чё-то не понимаю? Да. Что, спроси? На собаку. Чё-то не рисуется. Почему она у меня рисуется? Вот народ тоже рисует. На собаку. Да собаку нарисовать надо, а не написать на собаку. Давайте. Рисуйте. На кого ты не похож. Вот, рисуется. Отлично. Вот. Класс. Ой. Нормально ничего? Там можно стирать? Не знаю. Так, интересно, это сверху солнышко или яичница? Так. Ах. На бабушку. Всё-таки словами проще, да? Вам не нужно управлять моими экранами, можете комментировать экран. Я не могу почему-то, у меня не отрисовываются мои движения. Хорошо, давай ещё раз, я тебе дам доступ. Ух ты! А у меня есть вопрос. А почему мои, так сказать, каракули поднимаются? Почему? Ну что, каракули? Ну просто, понимаете, я рисую где-то внизу, а они начинают постепенно подниматься, как вы видите, вон там, сверху. Я не знаю, наверное, это особо не знаю. Ну, видимо, я не порисую, ладно. Почему? Нет, ну вот смотрите, я вот двигаю мышкой. Ага. Это стрелка. Я вижу стрелку. Это не я. Так, ладно, вторую стрелку. Я делаю круг. Вокруг Макдоналдса. Всё равно ничего не появляется. Может я чё-то не так делаю? Не знаю, вот я зашла на Вайборд и вижу... Ты видишь, да, появляются рисунки? А, вот всё, я понял, я в комментирование не зашёл. Да, комментирование экрана и там ты можешь рисовать. О, прикольно. На кого ты не похож? Ладно, те, кто только разобрались с зумом, догоняют. Красота. Это на кого не похож? Такое количество сердечек, на кого ты не похож? Или не похожа? Так, понятно, значит, здесь будут убивать. Видимо, раз сердечки это то, на что вы не похожи. На бабушку, наверное. Так, следующий вопрос здесь же, на этом рисунке. Рисуем самые успешные профессии. Как вам кажется, какие профессии самые успешные? Так, я сейчас тоже подумаю, какие у нас самые успешные профессии. Ну ладно. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. А, блин. Самые успешные профессии. Так, Ярослав к нам присоединился. Ярослав, мы рисуем сейчас самые успешные профессии на общем экране. Нормас. У каждого свое представление о самых успешных профессиях. Шоуменом, кстати, можно стать буквально вот прям сегодня, так сказать, осуществить путь к успеху. Так, ладно, я не знаю, что получилось. Окей, ладно. Это школа. А вот сейчас узнаем. Дальше. Твоя мечта одним словом или образом. Мечты рисуем. А если у тебя нет мечты? Как это нет? Что, серьезно, что ли? Вообще никакой мечты нет? Нет. Ой, не знаю. У меня сейчас есть мечта, учитывая наши с вами плюс 39, это мечта искупаться. Я вот его сейчас вот это внизу рисую. Я уверена, что у вас какая-нибудь, ну, даже не самая, может быть, глобальная, да, но мечта все равно есть. Мороженку, что-нибудь, да, я не знаю, отдохнуть или наоборот, встретиться с друзьями или что-то еще, пойти в кино. Ну, не знаю, хотя бы так, мир во всем мире. Во, нормально, ну, словами. Это кто у нас словами пишет? Я пишу словами. Ты словами пишешь, тебе словами легче, чем рисовать. Я думала... А ты дозы радиации захотел, что ли? А Чурнобыль сейчас уже нормально, сейчас экскурсии проводятся, кстати. Проводятся, конечно, там все равно небезопасно, особо. Ну, есть же какая-то допустимая доза радиации, которую мы все равно получаем каждый день, на самом деле. Ну там-то ее намного больше, вы ведь понимаете, это зараженный город, и он еще лет тысячу будет таким, таковым. Не, ну, мечта у человека, что имеет право на свою мечту. Нет, ну я просто говорю, что это глупо. Ну, у меня достаточно много знакомых были в Чернобыле. Вот. В принципе, достаточно взрослые, умные люди. Ну, наверное, как-то там не во все зоны водят. Наверное, водят всех, которые уже можно. Там это все счетчиками деньги разовешено вдали поперек. Так, дальше последнее. Где ты хочешь отдохнуть? Ну, вот у меня с мечтой совпало. Где ты хочешь отдохнуть? Нормальный телефон, нормальная мечта. А что вы стираете-то? Ну, не стираете, здесь же весуете. Место еще есть, низ большое. Где ты хочешь отдохнуть? А если ты уже был там, где ты хочешь отдохнуть недавно? Ну и что? Ну и что? Есть места, в которые хочется возвращаться. Это же тоже здорово. Я вот все время была, когда в школе, я была в Италии с классом, и хотела туда вернуться, и уже взрослая, вернулась туда. Кровать. Тоже прикольно. Кровать. Где бы я хотела отдохнуть? В кровати. Стали раны, не выспались, но ничего. Скоро пойдем в кровать тоже. Отлично. Извините, ты что за гений рисует? Вот эти вот бесполезные линии непонятные? Образное мышление – штука такая. А это сейчас так называется? Извините. Смотри, очень многое зависит от того, как ты проинтерпретируешь. Да, если мы говорим о современном искусстве, то это, ну, правда иногда, необычный взгляд на обычные предметы приводит вот к каким-то таким вот произведениям современного искусства. Ну, конечно, это должен быть такой пристрастный взгляд. Я видела картину современного художника, когда я смотрела, находила какие-то смыслы, там все. А потом к мне дошло, что это? Газовую горелку кто-нибудь видел? Когда она горит, там газ, вот эти вот синенькие штуки. Видели, нет? Ну, в общем, это была газовая горелка, вид сверху. Круп, вот эти вот синие язычки пламени и черные, я не знаю, черные решетки. А когда ты смотришь сверху, ты прям можешь найти фунту. Так, все, стоп. Дорисовываем тот, кто сейчас рисует. Отлично. Ну что? А вот теперь, теперь можно попробовать себя как раз в том, вот, Никита, я бы тебе предложила, да, в интерпретации. Надо рассказать о каких-то, о рисунках, которые ты видишь здесь, что они значат для тебя и что они могут значат для вот всей вот этой нашей команды, которая собралась сегодня здесь. Как ты думаешь, ну, не удаляется, неинтересно? Вы сейчас про все рисунки или только мне про свои говорить? Про все! Я только понимаю, что вот это вот какой-то торгаш или человечек, вот это какая-то картошка, это черепашка или что это? Дорожный знак, вот этот черный, дерево, корабль, телефон, кто-то хочет телефон. И какие-то... И какие-то емкости, назову это так, не знаю, что это. Корыта подписана. Корыта, оно продольное, оно вот такое, а не круглое. Это просто подписали, корыта, не смогли нарисовать нормально. Ты бы забил корыта. Ой, ладно. Я знаю, как оно выглядит. Ладно, ладно, нет, давайте не отвлекаемся, хорошо. И что это значит все? Как ты можешь это проинтерпретировать? Дерево. Ну, дорожный знак, кто-то хочет дорожный знак себе вернуть. Это кто-то, скорее всего, кто-то кукурузой торгует. Знаете, на пляжах такие ходят бабушки и торгуют горячую кукурузу? Да, да, да. Что-то такое. Это кто-то хочет телефон, экран с надписью Unity, кто-то хочет сделать программу на движке Unity. Картошка, кто-то хочет картошки непонятные загогулины и кровать. Арина мне не видела. Хорошо. Арина, может ты расскажешь, что ты видишь на этом рисунке? Он такой получился немножко темный. Арина, нет? Угу. Не хочешь рассказать про этот рисунок? Лебор, давай, в мире животных. Хочешь я попробовать? Давай. Кто это говорит, я не вижу. Кто хочет попробовать? Нет. Тут нарисовано дерево. Мужчина с ящичком какой-то. Как будто барабанщик. Угу. Барабанщик. Окей. Это похоже на недоделанный телевизор. Это экран, я же сказал. Что ? Это дерево, это корабль, кто-то хочет нормальный телефон. Окей. Но мне уже не очень делать. Кровать. Это какая-то… Аааа, это Nokia раскладушка! Где? Nokia раскладушка, окей. Где Nokia раскладушка мне интересно? Смотрите, что я вижу в этой истории. Я вижу, что многие из вас хотят себе новый телефон, их, видимо, несколько, но тут, видимо, айфон, там еще яблоко появлялось, оно вкусное. Какие вы жадные все. Успешные профессии, да, профессии, связанные с успехом, видимо, как-то в вашем сознании связаны с IT, да, то есть вот компьютер, мышка, я так думаю, да, Unity, это программа, это монитор. Ну, то есть, наверное, вам кажется, что успешные профессии, связанные с информационными технологиями, в общем, это правильно. Окей, Миша, у меня только один процент на телефоне, можно ее пока выключить, то не будет слышно? Да, можно. А, все. Хорошо. Так, теперь смотрите. Сейчас упражнение такое. Каждый из нас получит, я покажу, дотягивает до самого дальнего предмета, до которого это может дотянуть. Придумывает ему какой-то новый функционал и показывает, как он работает. Смотрите. Так, сейчас посмотрю. Куда я там дотянусь? Сейчас. Нет, до самого дальнего, а не того, который мне не ближе. Так, вот это. Это у меня космический корабль. Он вот так вот взлетает, а потом вот здесь вот у него сопло, и он летит вот так. Поэтому, поскольку у него сопло здесь, это не зубчик, и это у него сопло, он летит вбок. Вот летит вбок. Вот так. Теперь. Так, кто, Степа, ты придумал? Давай, самый дальний предмет, до которого можешь дотянуться. Давай. У меня подушка. Не-не-не, что это у тебя? Подушка. У меня 0%. Пока. Сочувствую. Да. Так, Степа, давай. Не, можно не я, я это думаю. Думаешь, хорошо. Кто придумал? Что придумал? Ну просто надо дотянуться до самого дальнего предмета, до которого ты только можешь. Вот дотянитесь все, вот сейчас все, давайте, дотянемся. Самый дальний предмет, который можно взять в руки. Ну, понятно, там шкаф нельзя взять в руки. Интересно, это в вашем случае. Что это у вас? У меня упал блок питания. Ну, тоже, наверное, в камеру не покажешь. Что-то, что можно показать. Ага, окей, давай, расскажи нам, что это. Придумай ему какой-то новый функционал. Что это может быть? Можно я вытащу оттуда особо важные вещи, если что-то не жалко было? Давай. Теперь это летающая подушка. Она улетела. Летающая подушка. Ну, окей. Что-то придумал. Давай. Это шапочка из фольги. А зачем она нужна? Потому что, чтобы защищаться от пришельцев. Отлично. С шапочкой из фольги, даже защищаться от пришельцев. Давай, додяни, до чего-нибудь далеко. Вы про меня? Да. У нас второй игр, по-моему, пропал. А, окей. Ну, все же. Что это? Это... Это... Это живенье. Что? Скрепляйте материи. Ага. И как оно работает? Берешь и скрепляешь материю. Понятно. А если новый функционал приду? Ну, что ж. Это же, если честно, не знаю. Сложно, да? Ну, ладно. Зато вы теперь понимаете, да? Как сложно бывает актерам импровизировать на сцене. Окей. Тогда следующее. Немножко попробуем продолжить эту историю. Может, там лучше получится. Сейчас я вам назову каждому персонажа, а вы придумаете предмет, с которым вы его встретите. Ну, например, у меня, допустим, ко мне придет сейчас грабитель. Так, сейчас я найду что-нибудь, что... А, вот. У меня вот тут есть коробка конфет. Если ко мне сейчас придет грабитель, я ему дам конфеты, мы с ним будем их сосать, и мы с ним будем их сосать, и мы расскажем друг другу дешевые истории, он передумывает меня грабить, и не попадет в тюрьму. Например. Так, давайте. Кто у меня есть? Так, Егор, блажанцык, к тебе придет настоящий, самый-самый настоящий Дед Мороз. Никита, к тебе придет... Повезло тебе, чувак. Что? Повезло тебе, чувак, Егор. Да. Никита, к тебе придет Илон Маск. Степа, он же шапочка из фольги. К тебе придет сбежавший крокодил. Ярослав, ты так и не можешь ничего включить, я понимаю, да? Так, ну, я даже не знаю, что тогда с Ярославом делать, он у нас, видимо, сегодня зритель. Ярослав, ты можешь включить камеру или двух? Так, нет. Ну ладно, Ярослав, тогда просто придумываешь, и нам не показываешь. К тебе придет недовольный сосед. Очень недовольный сосед. Давайте, придумываем, с чем встретить. Пауза, видео и звука. Так. Сейчас тогда по очереди, я сейчас выключу звук у остальных и будем смотреть. Так, сейчас. Выключу или не выключу. Так. Ну что, с кого начнем? Егор, с тебя начнем? Я пока не могу читать. Ну, я, в общем-то, не против. Хорошо. Так. Никита, можешь выключить звук, пожалуйста, пока? Угу. Давай. То есть, мне сценочку разыгрывать? Да нет, вот такое же небольшое объяснение, что вот у меня какой-то предмет, если ко мне сейчас придет настоящий Дед Мороз, то произойдет то-то-то. Можно не разыгрывать, просто рассказать. Окей. Я подарю Деду Морозу кофе Джакобс. Это точно не реклама. Потому что, во-первых, ему никто не дарит подарки. Ну и, во-вторых, так-то нужно очень многим детям развести подарки. И во время пути нужно сохранить энергию. Окей. Деду Морозу, значит, Егор решил подарить подарок, и это кофе. Отлично. Так, Никита, Илон Маск. Я, конечно же, я заведу его домой, покажу свои художества, и наткну его в самую свою кривую конструкцию, и скажу, как я такой, Илон Маск. Понятно. А какая у тебя самая кривая конструкция? Можешь нам показать? К сожалению, нет. Она уже разобрана из-за неустойчивости. Понятно. Она большая и занимает много места, и кривая при том. Зачем она нам... Понятно. Так, Степа, у тебя был сбежавший крокодил. Ко мне пришел сбежавший крокодил, и я решил дать ему кусок мяса, чтобы он не сильно был зол на меня. И что он тебе сказал? Он пошел есть мясо? Он пошел есть мясо на улицу. На улицу. Хорошо. Ладно. Следующее задание. За что бы вам дали Оскар? А за что бы ни в коем случае не дали? Не обязательно за кино. Ну, например, мне бы дали Оскар за большое количество авантюр, которые не обвязывают. И за что бы мне никогда не дали Оскар? Ну, мне никогда бы не дали Оскар за компьютерные игры, потому что я не играю. Вот так. Никита, у тебя микрофон включен, поэтому давай ты следующий. Сложный вопрос. Я еще даже не додумал. Ну, то есть я придумал, почему мне его могут не дать. А вот за что дать мне могут, это сложный вопрос. Мне могут дать... Хорошо, поступим так. Мне могут дать Оскар за то, что... За мою удачу. Я столько раз был на краю гибели или потери глаза, что я уже даже потерял счет. Раз 10, наверное. Точно было. Ничего себе. А вот точно мне могут не дать за нелюбовь к феминизму. За что? Да, я считаю, что последний современный феминизм, это не феминизм. Это борьба не за права, это борьба за привилегии. Они борются именно за привилегии, по моему мнению. Окей. Ладно. Егор. Ну что ж, я вот точно знаю, за что мне точно не сдадут Оскар за мои кривые ручки. А вот за что бы дали бы, это как бы немножко сложного... Возможно, за самое большое количество склеек в видео. За что? За самое большое количество склеек в видео. А, ага, окей, да. Оскар за монтаж. За много склеек. Окей. О, ты какой милаха. Давай, Степа, за что бы тебе дали Оскар? За то, что я больше 10 раз телефоны поразбила. Рекорд по разбиванию телефонов. Ну, не знаю, мне кажется, с тобой можно потягаться на этом поприще. Хорошо, а за что бы тебе никогда не дали Оскар? Не знаю. Ну как? Ну что-то, чего у тебя не получается. Иногда не приходить в школу Ордена. Мне бы не дали Оскар за то, что я прикажу, что понятно. Ладно. Ну, ничего страшного. Хотя, конечно, надо стараться. Что? Наступление начался. Меня, возможно, плохо слышно будет. Да, уже не очень хорошо слышно. Тогда ноутбук выдвигаю. Во, нормально. Сейчас нормально. Так, у нас предпоследнее задание этого театрального марафона. Смотрите. Сейчас каждый из вас как будто бы пришел в гости к другому. Но говорит только тот, кто хозяин, а не гость. Так, все. Его распугался и убежал. Ага, нет, вернулся. Понятно. В смысле, а почему все разбежались? Там же еще несколько людей было. Там некоторые были без этого самого, без видео и без звука. Они не смогли, видимо, подсоединиться. Ну, всякое бывает, нестабильное соединение. Те, кто сбежал, не будут выполнять задания в формате видео, выводить фиш-тегами, ничего страшного. Всякое бывает. У некоторых электричество ругануло. Так. Вот смотрите. Гость. Вот так же, как мы с вами делали с Илоном Маском, Крокодилом и Дедом Морозом. Только вы говорите, например, Допустим, ко мне пришел в гости Никитом. Привет, Никита. Как твои дела? Я знаю, тебе недавно приходил Илон Маск. Очень здорово. Я надеюсь, ты взял у него автограф. Могут тебя его как-нибудь, не знаю, приобрести? Или, может быть, перерисовать, чтобы я тоже могла хвастаться, что ко мне приходил Илон Маск. Так что давай, Никита, нет, ты не отвечаешь, говорит только хозяин, да. Давай, Никита, проходи, я тебя угощу, у меня вот тут есть фарушечки шоколадные. Вот примерно такой небольшой-небольшой рассказ, как будто к вам пришел. Теперь Никита хозяин, к нему пришел Степа. Здравствуйте, Степан, чего вы желаете? Я чувствую, вы на чашечку ко мне зашли. Вам какого, зеленый или черный чай? Степан. Ну давай, давай. Пойдемте, я вам покажу свои прекрасные модели. Давай. Че, все? Или еще что-то? Окей, окей, все, все нормально. Теперь Степа, к тебе пришел Егор. Я себе не именовала Шапочка из фольги, потому что игрушку Шапочку из фольги представил. Степа, ты с нами, нет? Да. Давай, как будто к тебе пришел Егор. Ты с ним здороваешься, что-то рассказываешь, куда-то проводишь, что-то предлагаешь, давай. Егор, привет. Привет. Не отвечаю, говорит только хозяин. Я вижу, ты зашел ко мне попить чаю, или ты еще чего хочешь. Ладно. Все? Да ладно, тут же можно что угодно творить. Сейчас, если я поймаю свое что угодно, покажу. Может, свежие клубни кидать? Давай. Клубничка. Клубничка. Вот, можно так, к примеру. Привет, Егор. Здорово, что ты, наконец, зашел. Помнишь, я тебе обещала показать свое животное? Вот, например, у меня котик. Он тебя очень-очень ждал. Он, правда, спал, потому что он не знал, что ты найдешь именно сейчас. И, наверное, ему очень нравится тебя видеть. Да, котик? Ну, я надеюсь, Егор, ты порадишься этому пушистому чучелу. Да? И мы вместе весело поиграем в костюмах. Ну, то есть, можно использовать всякие подручные предметы, точно так же в этом упражнении. Ну, что, Егор, теперь кто-то к тебе в гости пришел? Клубничка. Клубничка. Егор сочувствовал. Последование такой клубнички. Может быть, и очень. Ага, ладно. Давай, Егор, кто к тебе пришел? Ну, давай, я к тебе пришла. Я еще никому в гости не приходила. Здравствуйте. Добро пожаловать ко мне в гости. Хотите ли вы отъедать... Есть яблочко? Яблочко? Нет? Ну, ладно. А как насчет вам чудесного Абуковска? Вкусно. Только мало, но все равно вкусно. А хотите, я вам покажу свое домашнее животное названием «Козел с кладом»? Ладно. Прикольно. Так, и у нас с вами последнее задание. Все помнят, как они появлялись в кадре в самом начале? Да. Вот сейчас нам надо это сделать хором. Ну, то есть мы все хором считаем, но только хором – это не когда я говорю «один», а потом кто-то повторяет «один», а хором. Да, когда все вместе говорим «один», «два» и так далее. И после «десять» мы все одновременно появляемся в кадре и говорим каждой свое имя. Получится? Да. Давайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Динозаврик Степа. Его. Никита, слушайте, у нас какая-то перфилищка у этих, у которых мошкетеров. Почему бы и нет? А то с и рамис. Почему бы и нет? Отличный план. Ладно, в общем, спасибо. На самом деле довольно сложно делать какие-то театральные штуки онлайн. Мы были большие молодцы. Наверное, поняли, как сложно бывает что-то придумывать махабуду с подготовки. Да, но вот если этому научиться, если это в себе развивать, то эта способность, она очень сильно помогает в будущем, в самых неожиданных ситуациях. Я сейчас не веду все по опозданию от школы, не веду какие-то более сложные вещи. Ну, например, когда выступаешь перед публикой на каком-нибудь конкурсе. Да, или что-то просто пошло не так, в какой-то очень важной ситуации, ты умеешь хорошо импровизировать. Ну и, конечно, если эта способность включается, то когда ты делаешь там всякие видео, да, это тоже очень здорово помогает. Все, я всем желаю хорошего дня, хорошенько сегодня отдохнуть, набраться сил, искупаться, наконец, если кто-то еще не купался. Я, может быть, у вас в Первоуральске, вы же из Первоуральска или нет? Я из Екатеринбурга. А, тогда мы с вами земляки. У нас тут особо нигде не покупаешься, все реки загрязненные. Если очень хочется, то шортаж тоже норм. Не, я туда больше не решусь окунаться. Можно тургаяк, можно Таватуй, короче, можно найти реально. На Таватуй уже поздновато ехать, к нему там, наверное, 8 часов надо ехать, чтобы успеть себе место занять более-менее прилично. Нет, 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 полтора часа достаточно. В общем, всем хорошего дня, хорошенько отдохнуть, набраться сил. У нас с вами в понедельник еще будет большой такой, словно достаточно, челлендж. И потом мы с вами начинаем работать по направлениям. Надеюсь, все уже выбрали себе направление. Да? Да. Ура. Все, всем большое спасибо, всем счастливо. Продолжение следует...